Работайте, братья! Слова ценою в жизнь. В Махачкале почтили память героя России Магомеда Нурбагандова, со дня гибели которого прошло уже 4 года. Слава врачам! Теперь не просто лозунг. Благотворительная акция по реабилитации медиков со всей России стартовала в Дагестане. На Каспийском побережье отдохнут и восстановят силы более 500 врачей. Для меня на сегодняшний день это жизнь. Я на море отдыхаю. Берег зыбкой надежды, как живет Чечень, самый большой остров Дагестана. Ну, по словам местных, и самый заброшенный. Смотрите в нашем выпуске. Здравствуйте! Это «Итоги недели» на канале ННТ. И я, Мурад Ахминов. В Дагестане снимается запрет на посещение мечети, храмов и кладбищ. Соответствующее постановление главного санитарного врача республики Николая Павлова опубликовано на сайте Роспотребнадзора. В постановлении указано, что смягчение ограничений связано с улучшением эпидемиологической ситуации в Дагестане. Отмечается, что темпы прироста заболеваемости COVID-19 в республике с момента начала регистрации случаев заражения снизились более чем в 35 раз. В республике всю неделю шла борьба с очагами природных пожаров. На контроле МЧС находилось три очага возгорания в лесах на общей площади в 166 гектаров. В двух очагах в районе поселка Тарки города Махачкалы и возле села Агачаул в Карабудахкенском районе пожары были оперативно локализованы. В Казбековском районе открытого горения не было, но имелись отдельные очаги тления и задымления на площади в 500 квадратных метров. К тушению пожара привлекли два вертолета МЧС России. А в Махачкале и Карабудахкенском районе, где в начале недели горели мусорная свалка и сухая растительность, к тушению подключилась авиация МЧС России особого назначения. Причиной возгорания, по предварительной информации, стал человеческий фактор. А в условиях аномальной жары риски возникновения пожаров и без того повышаются многократно. Подробнее мои коллеги. К тушению пожара подключилась авиация МЧС России. В поселке Тарки Агачул уже второй день горит сухая трава. Огонь охватил и мусорную свалку. Пожар охватил в общей сложности площадь в более 40 гектаров, уничтожая на своем пути всю растительность. Тушение пожара осложняется трудозаступной местностью. Также для тушения пожара задействована авиация МЧС России с применением водосливного устройства. Всего осуществлено 9 сбросов. Основная причина возгорания – халатность человека, считают в МЧС региона. Помимо этого, аномальная жара вызвала чрезвычайную пожароопасность, когда самого малого очага достаточно, чтобы разгорелся большой огонь. В гидромедцентре сообщили, что температура будет подниматься до 42 градусов тепла и продержится на высоком уровне вплоть до 9 июля. Июль – середине месяца лета. Оно в Дагестане всегда было жаркой. Оно у нас уже так уже жаркая погода. Температура поднималась до 33-34. Но в ближайшие дни, буквально завтра, позавтра, три дня будет максимально высокой температурой. В северных низменных районах до 42 градусов поднимется. В приморской зоне до 38, в предыдущих районах до 40. МЧС призывает не пренебрегать правилами пожарной безопасности. Почти все случаи возникновения лесных пожаров, отмечают спасатели, происходят из-за неосторожного обращения граждан с огнем в лесу. Хамзанур Магомедов, Магомед Магомедов, Мурат Бикбарзов, Телеканал ННТ, Махачкала. В Махачкале на днях состоялось первое заседание нового состава Общественной палаты Республики. Новым председателем этого коллегиального органа избран Абдулмумин Ибрагимов, который ранее занимал должность первого заместителя главы Махачкалы. Ибрагимов отметил, что перед новым составом стоит немало задач, главная из которых – превратить Общественную палату 7-го созыва в реально действующий механизм для решения насущных проблем Республики. Хочу поблагодарить вас за такую единодушную поддержку моей кандидатуры на должность председателя Общественной палаты Республики Дагестан. Постараемся, чтобы Общественная палата, вот эта площадка, была главным местом обсуждения всех проблем, которые есть в Общественности Республики. Мы являемся посредником между обществом и властью. Наверное, скорее наша функция такая – некий контроль, как исполняются законы, и донести до тех участков, где плохо это делается. Я хочу мобилизовать все пассиональные ресурсы молодежи, взрослых людей, которые хотели бы поделиться опытом, идеями, и через Общественную палату продвигать эти проекты. Дагестан в списке регионов страны с самым дешевым жильем. Цена за квадратный метр в республике составляет 32 тысячи рублей. Такие данные приводит Росстат. Это связано с тем, что в Дагестане, как и в других республиках СКФО, у людей самые низкие доходы, поэтому на рынке недвижимости цены на жилье также невысоки. Следом за нашей республикой в рейтинге расположилась Республика Калмыкия, Северная Осетия и Карачаева-Черкесия. Ну а самое дорогое жилье, как считают специалисты, в Москве и Сахалинской области. Чаще всего в Дагестане разводятся представители русской, лакской и кумыгской национальностей. Об этом сообщает Риадагестан со ссылкой на пресс-службу Дагстата. По данным информагентства, всего в республике сейчас насчитывается почти 740 тысяч семей. Из всех проживающих в регионе граждан старше 16 лет в браке состоит более 60% населения. При этом разведенными являются 5% мужчин и женщин. Тем временем Дагестан оказался среди регионов-лидеров по числу молодых мам. Данные приводит Росстат. В республике за прошлый год родились 30 детей на тысячу женщин в возрасте от 15 до 19 лет. Меньше всего молодых мам в Ингушетии, Москве и Санкт-Петербурге. Специалисты отмечают, раннее материнство сохраняется в регионах, где к этому располагают местные традиции и культура. За кормой вода густая, солона она, зелена, неожиданно вырастая, на дыбы поднялась она. И качаясь идут валы, от Баку до Махачкалы. Это известные строки Бориса Корнилова из стихотворения «Качка на Каспийском море». Вспомнились мне во время нашей недавней экспедиции к близким и одновременно далеким берегам. Что мы знаем о Дагестане? Не так уж и много на самом деле. Тем временем на карте республики есть места поистине уникальные, которые не уступают по красоте и значимости многим вожделенным зарубежным достопримечательностям. Одно из таких мест – остров Чечень, самый большой остров Дагестана. Долгие годы он был настоящей жемчужиной, райским уголком для рыбаков. Но после развала Советского Союза все больше стал походить на остров невезения. Время тут будто бы село на мель, окружающая действительность словно застыла в своей первозданности. Какова ситуация на острове сегодня? Чтобы узнать это, мы отправились с материка по водам Каспия к заветному берегу. И из уст рыбаков и старожилов услышали о том, чем живет Чечень. И каковы надежды островитян? Специальный репортаж Патимат Ханаповой на эту тему. Мы сейчас плывем на остров Чечень. Он находится в Каспийском море, недалеко от устья Терека. Формально это часть Махачкалы, но на деле это одно из труднодоступных, изолированных мест республики. Чтобы попасть на остров, необходимо проехать более 110 километров по земле и еще 17 по воде. Это самый большой остров Дагестана. В народе говорят, что по преданию в 18 веке тут жили пираты, сподвижники Пугачева. Затем их будто бы сменили приплывшие из Астрахани рыбаки-отшельники. Они-то и назвали остров старинным русским словом Чечень, упомянутым даже в словаре далее. Все-таки Чечень или Чечень? Чечень. А вообще почему так называют? А потому что это с перевода полная корзина рыбы. В то время были, перед первой войной чеченской, такой момент были, приезжали из Кузоведы, там из Чечни, они, короче, думали, что здесь, ну, как бы Чечень, ну, название такое, да, как бы, ну. Даже я когда учился в училище, в городе учился, пацану, тоже меня за чеченцы принимали. Добрались мы сюда на байде рыбака Аскера. Настоящую островную жизнь ощущаешь, когда рулевой бросает якорь и командует высаживаться. В пристани на Чечени нет, море здесь в прямом смысле по колено, идти до берега метров 300. Вот и Каспия то отступают, то прибывают, и оттого строить причал сложно, да и затратно. Где тише, там мы и ставим лодки. Сегодня они стоят здесь. Завтра мы можем, если ветер повернется, мы можем поставить 500-600 метров в сторону за косу. И так вот мы и бегаем от этого ветра, непогод, потому что здесь причал ты никак не сделаешь. Если ты его сделаешь, его сразу же замоет, илом затащит, и все, бесполезно его и делать здесь. Ну, так вот и выкручиваемся, тяжело, но выкручиваемся. Первое, что бросается в глаза по прибытии, это маяк. Пожалуй, главная достопримечательность острова. Местный смотритель про него рассказывает множество историй из прошлого. Однако записать их мы, увы, не смогли, да и показать маяк изнутри тоже. Объект это стратегический, поэтому получать разрешение на съемку сложно. Маяку на острове Чечень более 150 лет, но он, как вы видите, сохранился и продолжает выполнять свою основную функцию, показывает путь корабля. В основном здесь занимаются рыболовством, как и в старые времена. Моряк со стажа Маскер несколько раз пытался попробовать себя в другом деле, но снова и снова возвращался на морской простор. Это интересная, очень даже интересная работа. Да, это трудности, это непогода, это упирается во все бюрократические заморочки. Но для меня на сегодняшний день это жизнь. Я на море отдыхаю. Человек и стихия превращаются здесь в вечно соперничающих приятелей, как в знаменитой повести Хемингуэя «Старик и море». Море может быть и щедрым другом, и опасным врагом. Все зависит от обстоятельств. Это очень опасная профессия, если к ней отнестись еще и халатно. Есть категория людей, которые, к сожалению, недостаточно серьезно относятся к морю. Море ошибок не прощает. Сложностей у рыбаков много. Песчаный остров со всех сторон окружен мелководием. Чтобы не сесть здесь на мель, надо быть опытным морским волком. Моряк Владимир Тихонов как раз из таких. Очень сильно заилились берега. Очень сильно. Все озера заилились. Из-за того, что терек в прорезь выходит напрямую в море. Это большая ошибка государства. Очень большая ошибка государства. Раньше терек шел через залив, отстаивалась вода и практически ил не попадал в море. Условия труда тяжелые. Но чтобы облегчить их, в марте здесь наконец-то открыли пункт приемки рыбы. По словам местных моряков, он упростил их жизнь. Ранее жители испытывали проблемы со сдачей своей главной продукции. Теперь же все под контролем. Легче реализовать, упорядочился вылов и созданы рабочие места. Правда, пока не установлены солнечные батареи, которые позволят подставить еще и холодильники, чтобы обеспечить долгосрочное хранение рыбы. Люди этому рады. Лишь бы, чтобы работа была. У людей работы нет другой, кроме рыбалки. В общем, работа стала более организована. Конечно, да, безусловно. Мало того, что работа есть, этот, который приемка приезжает, бензин, хлеб, пожалуйста, что заказывают, они ребята не отказывают, привозят. Что за человек заказал, по возможности они все это привозят. Дома здесь колоритные, настоящие русские избы. Половины их уже нет, сгнили или были разобраны. А когда-то на острове в прямом смысле бурлил прогресс. Здесь находилась испытательная база для экранопланов уникальных самолетов-амфибий. Ныне почти везде же упадок и разруха. Будто бы недавно прошла неприятельская армия, оставив после себя выжженное поле. Некогда на этом пустыре был густонаселенный квартал острова. Вот таких домиков здесь было полно. Однако позже они оказались разобраны на дрова. Будем надеяться, что эта участь не коснется всего острова. О былом благоустройстве напоминает только черно-белый снимок. На нем запечатлено мероприятие около Дома культуры. На фоне торжественное собрание в честь открытия памятника. Красота была. Вон клуб у меня, фотографированный на большом этим. Какой клуб был. Школа была. А это что, ни ремонта не дают, ни на ремонт, ни на чего. Разрушенный Дом культуры, похожий на античные храмы. И расстрелянный в упор памятник революционеру Ермошкину, как символа мрачного наследия лихих 90-х. Из радости современной цивилизации, пожалуй, только новое здание фельдшерско-акушерского пункта, построенного по президентской программе. Но и оно еще не сдано в эксплуатацию. Одного не бывает не хватает, то что-то другого не хватает. Это все с материком связано. У нас очень проблемные, как сами заметили, перевозка. Вот эти, представляете, этот весь материал перевезти было. А его как сюда? Его привезли в разобранном виде или все как? Они поверят не то, что в разобранном виде. Это все с нуля, железо, металл просто привезли. Просто металл. Да, потому что все сами. Магомед Абдулаев, инженер, приехал сюда на несколько недель из Махачкалы собирать ФАП. Делится своими впечатлениями. Ну, это вообще другие люди, да. В городе это совсем, конечно, каждый свое оценит здесь. А здесь все дружно, да. У них в разобранном виде здесь помогает во всем. Вот к любому, сейчас к любому человеку обращаюсь, к любому мне помощь проявляют. Пресная вода на острове есть. Местные жители называют основной проблемой отсутствия газа и электричества. Из-за этого возможности для развития стеснены. Негде хранить вылов, да и продукты быстро портятся. Желательно побыстрее бы сюда провели электричество. Только одни разговоры идут, что сделаем, 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 сделаем и ждем, и десятилетиями ждем. Местные шутят, что больше всего здесь весело детям. Ведь они не так остро ощущают бытовые проблемы. Но даже они хотели бы, чтобы остров вновь возродился. Какие-то любимые игры у вас есть? Только догонялки все. Особо больше ничего другого не надо, только электричество. Я приезжаю сюда на каникулах. Чаще всего, хоть здесь и людей мало, но игра есть с кем. Ходим на море, купаемся. Островитяне разводят также и домашний скот. Дело это выгодное, но зелени для буренок и барашек тут маловато. Плодородной земли фактически нет. Все из-за песка. Однако, несмотря на сложности, местные все равно пытаются что-то вырастить. Труд это вообще каторжный. Потому что за столько лет, сколько мы жили здесь, он сажал миллион здесь деревьев, которые не принимались, которые то замерзали зимой, то высохали летом. Весной, когда ветра бывают, вот эти листики молодые, сечет вот этим песком, засыпает. Конечно, это то, что здесь сейчас есть, это, конечно, уже то, что, можно сказать, выжило. Интересный факт. Собак на острове больше, чем людей. Тут собака действительно друг человека. Ведь именно она часто единственный собеседник в доме одинокого рыбака. И, кстати, ничем не уступают по быстроте здешним мотоциклам «Уралом», превратившимся, как и маяк, в один из символов островной жизни. Эти мотоциклы – основной транспорт на острове. Они незаменимые помощники местных жителей на этих песчаных дорогах. Что такое самоизоляция, жители Чечени знают не понаслышке. Только вот вызвана она не зловредным вирусом, а отсутствием должной инфраструктуры, логистики и коммуникации. Комплекс проблем здесь большой, но все вопросы решаемые. Они требуют времени и системного подхода от руководства. А пока рыбаки из Чечени, как и прежде, вглядываются вдаль в надежде на улучшение. Патимат Ханапова, Мурад Ахмедов, Магомед Магомедов, Мурад Бигбарсов, телеканал ННТ, остров Чечень. Отдых для тех, кому во время пандемии было сложнее всего. Около 60 медиков, боровшихся с коронавирусом, проходят реабилитацию в дагестанском научно-оздоровительном комплексе «Журавли». И это только начало масштабной акции. На целительном берегу Каспия за это лето сотни врачей пройдут курс, включающий ряд восстановительных процедур. Заезд первой группы состоялся на днях. Хадир Курбанова расскажет подробности. Восстановиться после длительной и изнуряющей борьбы с коварным заболеванием для врачей было острой необходимостью. Испытав колоссальную физическую и моральную нагрузку, они даже не ожидали такого подарка. Но научно обоснованное восстановление стало реальностью на базе оздоровительного комплекса. Сюда прибыло около 60 медиков, и каждую неделю состав будет обновляться. Конечно, тот ужас, который мы пережили за эти два месяца, апреля-май, это, конечно, очень тяжело забыть. И ни неделя, ни две недели, ни месяц – это все просто невозможно забыть. Гидромассаж, психотерапия. Сегодняшнего дня у нас психотерапия началась, и мы очень надеемся, что в первую очередь это нам поможет. 6 числа заселились мы сюда. Очень приятно нас встретили все. Действительно нас таких, которые мы, переболевшие, которые отправили для реабилитации сюда. Всего в центр на морском побережье заедут более 500 медработников из 17 районов республики. Кроме того, здесь предлагают места для отдыха и московским врачам, которые также самоотверженно, очно и дистанционно помогали Дагестану в нелегкой борьбе с COVID-19. В числе первой группы столичных медиков в республику уже прибыли три медработника. Само приглашение было неожиданным, да, немножко непонятным, потому что как бы у нас бесплатного давно ничего нет. И я вот узнала о том, что благотворительная такая акция. Пригласила своих докторов, вот двое докторов тоже. Когда мы вышли из самолета, конечно, у нас дал такой теплый, приятный воздух. Сразу почувствовали, что мы на юге, здесь тепло. Но у нас в Москве тоже на этот момент было тепло. Нас очень тепло встретили. Все сделано так, с любовью, с таким вкусом. И вот это добро, которое делают организаторы, то есть семья Магомеда Хабибовича, низкий поклон от всех медиков. Всех врачей принимают здесь на безвозмездной основе инициаторы благотворительной акции «Семья Магомедовых». Гендиректор комплекса рассказывает, что идея исходила от его больной матери, также работавшей в свое время врачом. Именно ее желание отблагодарить коллег врачей за их героический труд дало старт акции. Мне сказали, что ей плохо, у нее состояние ухудшилось. Я приезжаю домой, и в это время мне говорят, я вижу, я говорю, мама, все сделаю, скажи, что нужно, что ты хочешь, чтобы тебе было лучше, ты раньше чувствовала гораздо лучше, чем сейчас, ты что-то очень сдалась, мы так шутим, говорим. И она говорит, плачет, она говорит, если вы что-нибудь можете делать, она знает, что у нас есть объект, она здесь никогда не была, было один-два раз, потому что у нее паркинсон, очень тяжелая форма, и она вот очень страдает. И она говорит, если вы что-то можете делать, делайте вот этим людям. В планах у дирекции также проведение в научном центре медицинских консилиумов и конференции. Это будет хороший обмен опытом, который будет обоюдно полезен, считает Магомедов. Гости же в рамках программы реабилитации получат все необходимое для полноценного отдыха и оздоровления. Обустроенный пляж, бассейны, гидромассажные системы и многое другое. Хадижа Курбанова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Работайте, братья, как сказано просто, но эти слова стометрового роста, в них боль и прощание, и смелость без края, секунда, и вылетит пуля шальная. В пятницу в Махачкале вспоминали подвиг сотрудника Росгвардии, героя России Магомеда Нурбагандова. Работайте, братья, последние слова Нурбагандова, навсегда остались в памяти соотечественников, как жизненный девиз и призыв к современникам. Со дня трагедии прошло уже 4 года. Акция о памяти героя прошла у здания управления Росгвардии по Дагестану. Почтила память Магомеда и наша съемочная группа. О его мужестве пишут стихи и слагают песни. Герой России Магомед Нурбагандов погиб, но даже перед лицом смерти исполнил свой долг. Будучи безоружным и связанным, превратил в оружие слово. Он ушел несломленным. Не испугавшись вооруженного врага, он отказался говорить под диктовку и даже перед дулом автомата. Остался верен присяге. Его последняя фраза «работайте, братья» стала крылатой. Скажи, скажи, скажи. Что сказать? Что не работали? Работайте, братья. Обессмертившие имя героя слова стали достоянием общественности после задержания преступников. Террористы требовали, чтобы он призвал коллег увольняться из правоохранительных органов. Понимая, что стоит выбор между жизнью и смертью, лейтенант остался верен долгу и самому себе. «Работайте, братья» – эти слова после гибели Магомеда стали широко известны, как призыв ко всем сплотиться и противодействовать бандитам. Это прежде всего дань памяти нашего героя, нашего Магомеда, который, смотря смерти в глаза, произнес вот эти ставшие девизом сотрудников знаменитые слова «работайте, братья». Возложить цветы к мемориалу в честь героя пришли сотрудники Росгвардии, юноармейцы и представители общественных организаций. Все вспоминали Магомеда с искренностью и теплотой. Они отмечали его храбрость и решимость, с которыми он принял свою смерть. Произнесенная героем фраза была прежде всего адресована сотрудникам органов внутренних дел и потому стала их девизом. Действительно, сегодня четвертая годовщина смерти нашего земляка, нашего близкого нам человека, Магомеда Нурбагандова, чьи последние слова стали бессмертными, как и его подвиг. И действительно, это та гордость Дагестана, которая, я думаю, должна передаваться из поколения в поколение, потому что на примере таких ребят мы должны подрастающее поколение воспитывать. В этот же день сотрудники Минмолодежи раздали сотни наклеек с цитатой Магомеда Нурбагандова. Росгвардейцы клеили этикетки со словами призывом на служебные автомобили, многие наличные. Ребята говорят, что сохранение памяти о его подвиге – это гражданский долг каждого дагестанца. На примере Магомеда Нурбагандова мы воспитываем молодежь в духе патриотизма. В честь него проводятся различные соревнования, патриотические акции и мероприятия. Я уверен, что Магомед Нурбагандов, произнося это слово, он остался верен своей присяге, верен своему долгу как сотрудник полиции. Главная цель мероприятия – дать понять дагестанцам, что место подвигу есть даже в мирной жизни. Завершение состоялось в возложении цветов к мемориальной доске, после чего память героя России почтили минутой молчания. Село Кубачи славится не только ювелирными изделиями, но и древнейшими мечетями в Дагестане. Самой старой из них – почти 600 лет. С ней связано немало историй, сейчас, к сожалению, она находится в плачевном состоянии. О судьбе культового сооружения и о том, что делается для сохранения исторической достопримечательности, расскажет Хамзанур Магомедов. Сегодня мы видим лишь половину здания той мечети, которая была здесь изначально. Построенная в 15 веке, на протяжении пяти столетий она принимала прихожан. Мы проходим по лицевой стороне мечети. Стены разобрали в 40-е годы при советской власти и использовали под кинотеатр. Здесь располагался мехрафт, но от него сейчас остался лишь фундамент. Если разрушение будет идти такими темпами, то очень скоро и от остальной части мечети может попросту ничего не остаться. Выглядит все так, будто внутренние арки вот-вот разрушатся. Стена наклонилась в сторону, ее удерживают деревянные подпорки. Осталась вот внутренняя сторона с пятью арками, которая сохраняет пока ту историческую особенность мечети Убранства. Здесь молитвы не проводятся. Единственное, что проводятся иногда зеераты. Говорили о необходимости восстановления, но пока дальше разговоров речи не идет. Фасад средневековой мечети будто врезан в скалу. Стена сложена из крупных тесанных камней. В ней еще сохранились резные вставки с арабскими надписями. Ла Иллаха Илла Аллах. Вот Мухаммад Расул Лиллах. Вот написано. Это, оказывается, калимат. Таухи, Слово Единое Божие. Ла Илла Мухаммад Расул Лиллах. Для сохранения архитектурного памятника уже сделаны первые шаги, считает в администрации села. На народные средства проложили дорогу к мечети, что позволит спецтехнике в дальнейшем проводить сложные работы. По этой части я позволяю, что в данной мечети развалиться наши, по крайней мере, в ней архматуры жители точно не дадут. Я вот уверяю. По этому поводу я могу абсолютно не переживать. Потому что я знаю данную ситуацию и развалиться мы абсолютно не дадим. По сильную поддержку окажет и духовенство района. То, что называется в наших силах, с помощью совместной администрации села, совместной администрации района, иншаллах, мы постараемся помочь, чем сможем, этот дом Всевышний Аллах, чтобы она стояла, как стояла при наших предках. И сейчас этим, что будет необходимо, иншаллах, если можно будет там федеральной помощи, чтобы было как-то... Ну, постараемся дальше больше, чтобы сохранить память наших предков. В прошлом Кубачи являлось не только аулом оружейников и злата кузнецов, но и центром исламского религиозного образования в Дагестане. Об этом свидетельствует 12 исторических мечетей. Они были в каждом квартале села. Остается верить, что удастся сохранить и передать потомкам богатую историю кубачинской духовной культуры. А пока там, где раньше воздевали руки с мольбами о будущем, сейчас гуляет ветер. На неделе в нашей стране отмечался День семьи, любви и верности. Соревнования со вкусом и смыслом, приуроченные к этому дню, прошли в Махачкале. Четыре супружеские пары пытались завоевать победу в кулинарном батле. Подробности о вкусном поединке расскажет Зумруд Гамидова. Профессии у них разные – педагоги, танцоры, рабочие. Но и сегодня всех объединяет одно – каждый здесь демонстрирует свои кулинарные навыки. Семья Зайцевых в браке уже более 40 лет. Людмила Зайцева признается, что на кухне у них нет главного. Готовят зачастую вдвоем с мужем. Сегодня на суджюри пара представила блюдо, которое в их семье любят все – наггетсы. Ну, у меня и в семье очень любят это блюдо, особенно маленькие детишки. Ну и вообще так оно очень вкусное. У меня особая приправа есть к этому блюду, поэтому я решила приготовить. В дело пошли разные продукты, свежие овощи и мясо. И теперь можно начинать удивлять заскательные жри. Замесить тесто для лакского хинкала когда-то для Залины было нелюбимым занятием. Но выйдя замуж, свекровь привила девушке любовь к готовке именно этого блюда. Теперь Залина сама регулярно радует домочадцев вкусными обедами. У нас в доме есть такая традиция, что каждое воскресенье мама мужа, она собирает всех детей, своих сыновей, внуков, готовит лакский хинкал, всех собирает. Мы все садимся за один большой стол и трапи с ничем. А может, Залина помогает вам на кухне? Ой, это постоянно. Да, мы как бы все делаем вместе, все делаем дружно. А за соседним столом дружно колдуют над вкусным обедом семья Салимовых. Кулинария у них – общее увлечение. Сегодня вместе они готовили традиционное дагестанское блюдо – чуду. Но главное для них – не победа. Глава семейства признается, что в такой день просто не могли остаться в стороне. Сегодня такой день, день семьи. Семья – это, в общем, такое дарованное всевышним благо, которое нужно хранить, беречь. И если не в такой акции принимать участие, то еще где. Поэтому я каждой семье тоже желаю пользуясь случаем, поздравляю их с этим прекрасным праздником. Желаю всем любви, гармонии, терпения. Берегите, уважайте друг друга. В течение часа им предстояло приготовить блюдо на выбор. Но помимо достижения вкусовых качеств, нужно было еще и другое – суметь интересно презентовать свой кулинарный шедевр жюри, который оценит простоту, оригинальность рецепта и эстетику в подаче на стол. Главная цель сегодняшнего мероприятия, говорят организаторы, – сохранение семейных ценностей. Семья – это всегда была и всегда есть самым главным кусочком нашего общества. То есть основная ячейка. Оттуда все и начинается. Семья воспитываются и дети. Семья воспитания дети несут на всю жизнь. То, что родители дали детям, то и они проносят и передают уже своим детям. Зумруд Гамидова, Нурмагомед Магомедов, Мурат Бекбарзов, телеканал ННТ, Махачкала. Рестораторы, владельцы и арендаторы малых заведений общепита в Махачкале требуют дать им возможность работать в прежнем режиме. Ситуация с коронавирусом ударила по людям и их бизнесу. Многие терпят большие убытки. Так, около ста человек собрались на неделю на центральной площади в Махачкале, чтобы быть, наконец, услышанными. Представитель мэрии рассказал, почему открыть все заведения разом, пока не представляется возможным. Мои коллеги. Продолжение темы. Дайте нам работать, слушай. Люди здесь зачем собрались? Нам делать нечего, что ли, здесь собраться? Мы должны сейчас пойти, сидеть на своих местах, работать. Дайте нам работать. Дайте нам работать! Требование предельно ясно. Люди хотят работать. Около ста человек, среди которых как и сами рестораторы, так и весь их рабочий персонал. Все они на протяжении нескольких месяцев. Вынуждены буквально выживать. Денежные запасы иссякли. Да и терпение, по их словам, тоже многие собравшихся имели зельный оклад. Официантки, повара, администраторы. Поэтому не получают зарплату уже несколько месяцев. Я администратор. Работаю тоже в закрытом заведении. И у нас под руководством нашим тоже работает около 10-12 человек. И эти люди тоже каждый божий день звонят и просят. Мы выходим на работу, мы можем работать. Многие из них, лично я, в том числе, живу на квартире. И квартиры люди не могут оплачивать. На сегодняшний день транспорты битком набитые едут. Там люди не разоражают. 99% едут без масок. А почему администрации этого не видят? Пандемия сильно сказалась на бизнесе рестораторов. И даже работа по доставке еды не оправдывает все потери. Некоторые предприниматели адаптировались под новые условия. Другие вынуждены были полностью закрыть свои заведения. По их расчетам, лучше уж так, чем заниматься разносом себе в убыток. Кстати, убытки за карантинные дни у многих исчисляются сотнями тысяч и доходят до полумиллиона. Наверстать упущенные рестораторы могут только сейчас, в летний период. Почему такое отношение к нам, к людям? Да, эти люди работают. Особенно сезонным работникам, у которых сезон короткий, полтора-два месяца. Мы работаем всего на всего. Почему у нас, правительство, государство, выборочные отношения к людям, к рестораторам? Почему одним можно, другим нельзя? Почему может работать Каспийская трасса? Почему не может работать Сулавская трасса? Восточный, я не против того, что им дали. Я, наоборот, рад за этих людей, кому дали работать. Ну, у нас есть такие кафешки в городе, 20-30 человек, которые помещаются. Максимум, который там день, который заходят люди. Теще, чем у людей, у них там поток бывает каждый день. Видимо, там люди не болеют, у нас болеют. Так же не должно быть. Должны к нам тоже, так же пониманием отнестись. Вопросов у людей масса. Представитель администрации Махачкалы вышел к собравшимся и попытался ответить на самые наболевшие. Мы все понимаем, Салман Кадевович говорит, что большая занятость в этой сфере у нас, это градообразующая сфера деятельности, много объектов. И мы хотели бы ускорить, потому что мы считаем, что наш общепит высокий уровень подготовки к культуры и так далее. То есть мы можем вместе с вами подойти ответственно и соблюдать все требования. Поэтому наш опыт по этим 10 проектам показал положительный результат. И сегодня мы намерены на заседание правительства в 3 часа ходатайствовать, чтобы запустили все желаемые объекты, которые будут соблюдать все требования. По словам Исрапилова, мэрия города ходатайствует о скорейшем возобновлении деятельности заведений общепита. Сегодня работает 10 ресторанов с площадками на открытом воздухе. Это был пилотный проект, по итогам которого будет вынесено решение по возобновлению деятельности остальных кафе и ресторанов. В списке их будут пополняться, но вопрос будет решаться постепенно, учитывая все жесткие требования, продиктованные эпидемиологической ситуацией. Пока вопрос, когда отчаявшиеся люди смогут приступить к работе, остается открытым. На полях Дагестана в разгаре картофельная страда. Урожай ожидаемо радует. Хватит его на всех. И чтобы местного потребителя прокормить, и на столичные столы отправить. Так утверждают фермеры. Только на одном из сельскохозяйственных предприятий в Кизилюртовском районе в день собрали картофель на 70 гектарах. На уборке картошки побывали и наши корреспонденты. День сколько мешков собираете, бабушки? День собираем 50 мешков. Отлично, вы рекордсмен. Урожайность в этом году приличная. Около 45 тонн с гектара. Помогать в уборке сюда приезжают люди со всего Дагестана. Среди них и махачкаленька Мария Мнурмагомедова, которая вместе с детьми приехала на сезонную подработку. Как отмечает женщина, работа на полях – это не только возможность заработать, но и метод приучить домочадцев к благородному труду на земле. Мы в день собираем с детьми около 80 мешков, 70 по-разному. Погода, ну, кому какой заказ. Вот у нас нормально. Очень красиво у нас, очень приятно. И условия у нас есть отличные. Ну, я не жалею, что я сюда приехала. И не шалай, в следующем году тоже собираюсь с детьми сюда приехать. Полей здесь много. Всего клубни предстоит собрать более чем с 50 гектаров. С 50 гектаров вручную справляться сложно, а без материально-технической базы никак. Поэтому владельцы личных подворий решили объединиться в сельскохозяйственный потребительский кооператив. Этот статус позволяет фермерам получать субсидии от государства. Так, Министерство сельского хозяйства помогает земледельцам приобретать необходимую технику, реализовывать товар и развиваться. В данный момент в споке задействовано 15 единиц техники, а также занято около 70-80 человек. ООО «Агропрайм» обеспечивает внутренний рынок, а также выходит на рынки центральной части России. Такие города, как Омск, Свердловск, Казань, Москва. В последние годы на территории поселка Комсомольское ведется успешная работа по развитию сельского хозяйства. С применением технологии капельного орошения на 135 гектарах возделывают множество овощных культур. Данный метод дает надежду земледельцам собрать с каждого гектара по 100 тонн капусты, 40 тонн моркови, до 80 тонн лука и 70 тонн свеклы. Патимат Ханапа, Водаут Гасанов, Новости ННТ, Кизелюртовский район. Более полумиллиона мальков осетра запустили в водоемы Дагестана. Работы по выпуску проводили сотрудники Миросрыболовства. 200 тысяч мальков выпущены в рамках выполнения госзадания. Еще 300 тысяч профинансированы Министерством обороны России и заранее причиненного ущерба биоресурсам от проведенных учений в акватории Каспи. Всех мальков вырастили на заводе Сулак в Кизелюртовском районе. Рыбную молоть выпустили через каналы в реку Сулак, по которой мальки должны добраться в море. Саудовская Аравия в этом году отменила Большой Хадж для паломников из-за рубежа. Дагестанцам, которые уже произвели оплату за путевки на святые земли, компания Марва Тур предлагает два варианта – вернуть деньги полностью или сохранить место на следующий год. Подробности узнавали мои коллеги. Семья Курбановых всю жизнь мечтала поехать в Хадж. Никак не удавалось собрать нужную сумму. В этом году получилось. Сдали документы, однако пандемия разрушила планы и перекрыла путь на святые земли. Курбановы твердо решили, если здоровье позволит, то осуществят мечту в следующем году. Компания Марва Тур, куда они подавали документы и оплачивали за путевку, предложила им два варианта – вернуть им полностью деньги сейчас или забронировать место на следующий год. Если что-нибудь такое чрезвычайно не случится, там не забираем деньги. Ни в коем случае. Ну, от того, что мы эти деньги взяли, вы себя дома держали, что мы выиграли? Ничего не выиграли. Пришлось бы, вот весной, в следующем году, весной пришлось бы, там по 30 тысяч минимум еще выложить. Там, представьте себе, 60 тысяч уже получается. Это для нас, простых людей, это хорошие деньги получаются. В Марва Туре объяснили выгоду от такого выбора. Те, кто автоматически забронировал места на следующий год, сохранят и цену на билеты по тому курсу доллара, которая была на момент их первоначальной покупки. То есть, в любом случае, паломник здесь не проигрывает. В случае повышения курса, за ним сохранен будет более низкий курс. В случае понижения курса, он имеет право произвести возврат всех тех средств, которые он уже оплачил, и произвести по новой, по актуальной цене на тот момент оплату. Забронировав место на следующий год, останется только доплатить налог, который установила Саудовская Аравия. Он составит от 100 до 200 долларов в зависимости от программы. Возможное повышение цен, которое может произойти в конце этого года из-за мер со стороны Саудии, на это не повлияет. Ну, приблизительно, в средний расчет, это около 20 тысяч рублей экономит паломник при сохранении своей брони на следующий год. Это существенная экономия, особенно для тех, кто так же, как и семья Курбановых, не в силах позволить себе большие расходы. Хамзанур Магомедов, Магомед Магомедов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. Свой профессиональный праздник отметили вчера почтальоны, представители профессии, сокращающие расстояние между людьми. Наш корреспондент Алина Багилова побывала в дагестанском селе и узнала, как работает со женщином с толстой сумкой на ремне. Высоко в горах, да еще в период пандемии. Посылками ходила, с письмами, с газетами. Снизу забора закидывала, сверху закидывала. Вообще не боялась вируса. То, что мне суждено, то и случится. Если суждено так умереть, то так умру. Всевышний нас не бросает. Эти пенсионерки из села Унсукуль, кажется, нашли свое призвание. Не доставляют корреспонденцию самые отдаленные места своего села. Почти каждый день пешком. Ни годы им не страшны, ни плохие дороги, ни приличные расстояния. Каждая посылка обязательно дойдет до отресата. Разве возраст? Повод бросить любимое и очень ответственное дело. Даже если бывает мало посылок, приходится все равно идти на далекие расстояния, чтобы их доставить. Порой бывает тяжело. Но что делать? Наша ведь работа. Надо выполнять ее. Заказные. От судебных приставов бывают срочные письма, которые нельзя не доставить. И даже во время пандемии, когда все сидели дома, они продолжали работать и выполнять свои обязанности со всей ответственностью и любовью, находясь практически на передовой вместе с врачами. Ни один день мы дома не сидели. Ходили на работу, шестидневку. В субботу работали. Но на зарплату это вообще никак не повлияло. Как медикам, даже если не выписывают премии, хотя бы немного оценили бы нашу работу. На Унцикульской почте трудятся четыре бабушки, молодые душой. Кто-то был до этого бухгалтером, кто-то продавцом. Но душа предпочла профессию почтальона. Но здесь каждая из них нашла именно свое призвание. К тому же в компании друг друга работа становится вдвойне приятным занятием. Очень интересная работа. Оставить не получается. Я раньше бухгалтером работала, но больше понравилась работа почтальона. Алина Байгилова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ Унцикуль. Время наверстывать упущенное. Спортсмены Дагестана активно возвращаются к тренировкам после пандемии. Возобновили этот процесс и борцы из Хасавюрта. Занятия проходят на свежем воздухе с применением подручных средств. Курбан Рагимов побывал на импровизированной базе и увидел, как вольники возвращаются к привычному режиму. Автомобильные покрышки оказались универсальны в применении. Здесь, в местности Аркабас, что в пяти километрах от Хасавюрта тренеры оборудовали настоящую кроссфит-зону. Каждое утро под открытым небом занимаются ведущие борцы с северной столицы Дагестана. Режим самоизоляции стал серьезным испытанием для всех спортсменов. Залы пока еще остаются закрытыми, поэтому уже четвертый месяц Курбану Шираеву приходится работать дома и на улице. Действующий чемпион Европы входит в круг претендентов на поездку на Олимпиаду. Перенос игр в Токио, признается 21-летний борец, пойдет ему на пользу. Все очень было странно, так как никогда не бывало, что залы закрыли там. И никогда даже не думал, что зал вообще закроют. Я не могу сказать, хорошо это или плохо, но в то же время появилось больше времени укрепиться, еще поработать над своими ошибками, работать как бы, да. Но я думаю, лучше с одной стороны в то же время, так как как раз только набирал обороты еще что-то. Пандемия коронавируса вынудила борцов изменить весь план занятий. Теперь пора наверстывать упущенное. Наставники оперативно нашли выход из положения. От такого разнообразия вольникам скучать не приходится. Заслуженный тренер страны Магомед Гусейнов уверен, что тренировки на свежем воздухе станут для всех своего рода перезагрузкой. Стадионы закрыты в городе. Ну, надо было что-то придумать, чтобы дети были чем-то заняты. Они устали, устали от отдыха, устали от самоизоляции. Тренеры такие хорошие придумали. Всякие эти эстафеты придумали, вот эти прыжки придумали. Вот вы сейчас видите, чем они занимаются. Это очень хорошо, очень хорошо. Они фантазируют, чтобы детям было интересно. После вынужденного перерыва спортсмены полны энтузиазма и сил. На природе они улучшают свои физические показатели, работают над скоростью и выносливостью. Эту двухчасовую тренировку здесь принято назвать зарядкой. Вечером их ждет еще одно занятие. Конечно, уже сколько, четвертый месяц походит, без соревнований, без тренировок. На ковре нормально работать не можем. Уже соскучились. Хотим азарта борьбы, чтобы радовать своих болельщиков, близких людей. Думаю, все уже соскучились сильно по борьбе. Думаю, иншало, скоро уже начнутся соревнования. С одной стороны, тоже летом хорошо на улице тренироваться, потому что иногда ковер тоже надоедает. Ну, альхамду, у нас все хорошо, каждый день зарядку делаем, по вечерам работаем. Хорошо, Аббас, хорошо! Сезон 2020 вольники планируют возобновить в сентябре. На днях объединенный мир борьбы сформировал условный календарь, обозначены места и сроки проведения ключевых соревнований по всем возрастам. Для проведения этих стартов есть ряд условий, главное из которых – эпидемиологическая обстановка в мире. Каждая сторона, где эта вольная борьба развивается, начиная с Японии до Америки, люди занимаются. Кто дома, кто со своим личным тренером. Мы все знаем, что нам надо стартовать. Не сегодня, не завтра, но через полгода. Поэтому мы должны быть готовы. Вот сегодня скажешь, там сборы, мы должны поехать бороться. С каждой и Россией надо бороться. Поэтому мы должны быть всегда готовы. Конечно, занятия на улице не смогут в полной мере заменить борцам привычный ковер. Вольникам, как воздух, нужна работа в парах с реальным противником. Поэтому они ждут и надеются, что в ближайшее время им все же разрешат вернуться к привычному режиму. Курбан Рагимов, Амина Джавадханова, Нуса Салгереев, телеканал ННТ. И это главное, чем запомнилась нам эта неделя. До встречи в следующее воскресенье. Удачи вам, друзья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова